Здравствуйте! Вы смотрите новости экономики. С вами Лариса Исламова. Сегодня в выпуске. У Татарстана возникли сложности из-за реализации майских указов Владимира Путина. Капремонт в Казани завершен более чем наполовину. Российские производители пластиковых труб против появления конкурента в особоэкономической зоне Алабуга. Из-за майских указов Владимира Путина бюджет Татарстана находится на пределе возможностей. Это заявил спикер регионального парламента Фарид Мухаммедшин. По его словам, республика тратит треть от доходов консолидированного бюджета на зарплату госслужащим. Татарстан при этом в полном объеме реализует все социальные обязательства, включая майские указы президента Путина. Почти 80% бюджета Татарстана направлено на социальные нужды. Это бюджет социальный, но не бюджет развития, передает РБК слова Мухаммедшина. Напомним, республика, как и все российские регионы, исполняет майские указы с 2012 года. Тогда Путин дал задание планомерно повышать зарплату госслужащим на 40-50% к 2018 году. Если в 2013 на зарплаты бюджетникам в республике потратили 53,2 млрд рублей, то в 2014 году эта цифра выросла до 70,4 млрд рублей. А к 2017 году она достигнет 97,4 млрд рублей. Такие цифры озвучил министр финансов Татарстана Радик Гайзатулин на заседании парламента еще в октябре 2014 года. Еще более напряженным татарстанский бюджет стал после экономического кризиса. Первый квартал 2015 года впервые с 2009-го показал снижение экономического роста республики и, соответственно, недобор запланированного объема налоговых поступлений. Впервые за несколько лет к маю госдолг республики перевалил отметку в 100 млрд рублей. Это составляет 67% от запланированных расходов на 2015 год. План капремонта в Казани выполнен на 60%. Всего в этом году капремонт проведут в 280 казанских домах. Как сообщил на деловом понедельнике в мэрии председатель горкомитета ЖКХ Искандер Генейтулин, общий объем инвестиций в рамках программы капремонта составляет в 2015-м почти 1,5 млрд рублей. Чиновник добавил, что в программу капремонта этого года включены 10 домов, построенных по программам Республиканского госжилфонда. Несмотря на то, что эти дома построены относительно недавно, их состояние оценивается как аварийное. На этом мэр Казани Ильсур Медшин обратился к прокуратуре города с просьбой провести соответствующую проверку. Я обращаюсь к прокуратуре города вместе с нашими коллегами прокуратуры республики. Нужно найти ответственных. Да, эти рога и копыта уже переименовались в другие фирмы, но подчас и учредители те же, и хозяева. Но во всяком случае те ответственные люди, которые принимали решение о том, чтобы именно эти подрядчики работали, они продолжают трудиться на своих местах. «Будьте добры», это вообще предмет для госстроенадзора, для строительной инспекции, для министерства. Как так, за домом там 10 лет нет, они уже, фасады разрушаются. По словам Искандера Генея Тулина, управляющие компании уже обращались с жалобами в госжилфонд и подавали иски в суды. Однако реакции не последовало. Российские производители полимерных труб восстали против прихода в особую эконом-зону Алабуга конкурента из Турции. Компания Design Group планирует уже в этом году начать выпуск продукции на территории Татарстана. Между тем, как пишет коммерсант, отечественные производители обратились с коллективным письмом в российские Минпромторг, Минэкономразвитие и к председателю правительства Дмитрию Медведеву. Они просят дополнительно проанализировать целесообразность строительства завода турецкой компании в России и предоставление ей налоговых льгот. Среди подписантов такие производители полимерных труб и фитингов, как ООО «Пластик», Ростурпласт, Политек ПТК, Валфрус и ПК «Контур». Они считают, что решение о размещении нового иностранного предприятия противоречит курсу на импортозамещение, взятому руководством страны. В особоэкономической зоне Алабуга уверяют, что проект турецкой компании не противоречит этой идее, поскольку в производстве она будет использовать российское сырье. Экспертный совет Минэкономразвития России еще в апреле одобрил проект ООО «Дизайн Рус». Он предполагает производство на территории особоэкономической зоны Алабуга около 23,5 тысяч тонн полиэтиленовых и полипропиленовых труб в год. Сумма инвестиций в завод превысит 1,5 миллиарда рублей. Весь российский рынок полипропиленовых труб и фитингов разными экспертами оценивается в объеме от 43 до 45 тысяч тонн. Это были новости экономики. До встречи!